привет друзья на связи роман душкин это видео шпаргалки мы продолжаем изучать различные аспекты и нюансы искусства интеллекта поскольку искусство интеллект является прямо базовой самой такой фундаментальной основой цифровой экономики куда мы собственно все и летим сегодня я хотел бы рассказать вам про нейрокомпьютер ну собственно что такое нейрокомпьютера я вам кратенько расскажу я хочу рассказать про нейрокомпьютер марк-1 нейрокомпьютер марк-1 который был создан небезызвестным теперь уже фрэнком розенблатом на заре становления искусственного интеллекта как наук собственно да напоминаю что коннекционизм был чуть ли не первый парадигма искусственного интеллекта коннекционизм это то что мы сегодня знаем как искусство нейронной сети и фрэнк розенблат американский нейрофизиолог разработал первый в мире нейрокомпьютер а именно в железе хотя идея у нейро компьютер были еще до него но именно фрэнк розенблат разработал железный Что такое нейрокомпьютер? Нейрокомпьютер – это вычислительное устройство, которое основано, базируется на том самом коннекционизме, то есть искусственных нейронных сетях. Вот что у нас в голове есть внутри, вот там то же самое устройство вычислительное, которое постоянно непрерывно вычисляет там мириады операций, каждую секунду огромное количество. Это нейронные сети. Но если у нас в голове есть естественные нейронные сети, то нейрокомпьютеры – это железные компьютеры, которые основаны на тех же самых принципах искусственных нейронных сетей. В частности, вот этого самого элементарного перцитрона, который мы уже много раз изучили, который состоит из трех слоев – S-слоя, A-слоя и R-слоя. Собственно, вот эта базовая вычислительная единица лежит в основе нейрокомпьютера, в том числе того, который сделал Фрэнк Розенблог. Напомню, что Фрэнк Розенблог был именно нейрофизиологом, который изучал то, как живые существа, биологические существа воспринимают окружающую действительность. В частности, как мы, люди, при помощи наших видеосенсоров, то есть глаз и зрительной коры, воспринимаем окружающую действительность. И он свою идею перцитрона взял именно из этих своих нейрофизиологических исследований. Собственно, оно примерно так у нас и есть, и более того, оно примерно так и обучается. Мы еще изучим правила ХЕБА про обучение. Я могу сказать, что у нас в голове никакого обратного распространения ошибки нет. То есть вот эта новая идея, которая как бы продвинула нейровычисления, сделала нейронные сети, искусственные нейронные сети такой мощью, которую мы видим сегодня, а именно технология обучения обратного распространения ошибки, в биологии оно не присутствует. То есть это чисто уже человеческое изобретение, и это круто. Ну, потому что мы можем смотреть на то, как биологические вычислительные устройства сделаны, но не обязательно должны их полностью воспроизводить. Самолеты летают, но не машут крыльями, как птицы. И искусственные нейронные сети могут обучаться намного эффективнее человеку, поскольку используют этот метод обратного распространения ошибки. Несмотря на то, что в голове у человека обучение нейронных сетей проходит, скорее всего, по правилу ХЕБА. Даже не методом коррекции ошибки, а именно по правилу ХЕБА, который мы еще изучим. Так вот, что за нейрокомпьютер у Розенблата был? Он назывался Марк-1, как ни странно. Почему не странно? Потому что для меня это странно, назвать компьютер Марк-1, это примерно точно так же, как назвать там какое-нибудь свое новое изобретение, например, словом какой-нибудь... Если бы Илон Маск назвал свой автомобиль Тесла каким-нибудь словом типа Лада или москвич еще. Почему я так говорю? Потому что в США первый вычислительный компьютер, который был сделан после или даже перед Второй мировой войны, как раз имел название Марк-1. И вот тот Марк-1, который был сделан, он был сделан в Гарварде, и он никакого отношения не имеет к Розенблатовскому Марку-1. Это большая путаница. Если вы начнете искать в интернете слова Марк-1, вы найдете кучу интересных статей о том гарвардском Марк-1. Но Розенблат делал не его. Поэтому это такая большая путаница. Кстати, именно с тем гарвардским Марк-1 связана прикольная идея возникновения термина баг в качестве обозначения ошибки в программе. Именно в нем взвелась, вот в него в этот компьютер попала моль и замкнула реле, контакты на реле. И ученые записали в журнале, что произвели процесс дебаггинга, то есть удаление бага насекомого. И с тех времен пошло, что ошибка это баг, а удаление ошибок это дебаггинг. Собственно, вот. Что представлял из себя компьютер Марк-1 Розенблат? Он представлял собой реализацию перцептрона в железе. То есть он выглядел как такая большая коробка, где сенсорные элементы представляли собой какую матрицу. Ассоциативные элементы представляли собой матрицу. И Р-элементы, реагирующие элементы представляли матрицу. И мы должны были соединять проводами элементы друг к другу. Вот она сущность эмоционизма. И собственно вот отсюда сюда мы соединяли. Собственно, на своей книжке про перцептроны Фрэнк Розенблат сидит с устройством, которое называется нейрокомпьютер Марк-1. Но это чисто выходная часть этого компьютера. Давайте я вам покажу, как Марк-1 выглядел. Я нашел одну прикольную фотографию. Собственно, вот. Вот так вот выглядел Марк-1. Вот у него, ему демонстрировались буквы латинского алфавита. В этом случае буква C. Она сфотографировалась через какое-то вводное устройство визуальное. И распознавалось. Вот это устройство, на которое смотрит мужчина. Я не знаю, это Розенблат сам или нет. Вот именно это устройство изображено на книжке. Ну, собственно, вот оно. Вот эта книжка про перцепроны, которую Розенблат написал. Вот это устройство. Ну, собственно, вот так вот. Так что довольно интересная история. Итак, кратенько. Нейрокомпьютер – это компьютер, который позволяет производить вычисления по той же самой парадигме, которая происходит у нас вот здесь, прямо сейчас, прямо сейчас у вас в этот момент. И искусственные нейронные сети могут быть запрограммированы на обычном универсальном компьютере, который прямо сейчас у вас перед глазами. Это или смартфон, или планшет, или ноутбук какой-нибудь. Либо реализованы в железе при помощи специальной архитектуры, которая как раз и называется нейрокомпьютер. Собственно, работы в этой области ведутся, поскольку нам нужны нейрокомпьютеры для того, чтобы сделать искусственные нейронные сети компактными, программируемыми, и для того, чтобы их вставлять в воплощенных роботов, в воплощенные искусственные интеллекты на них делают. Собственно, до сих пор интенсивно ведутся работы в этом направлении, поэтому я посчитал, что нужно кратенько ввести вас в курс дела, что есть вот такие нейрокомпьютеры. Это не обычные компьютеры, к которым мы с вами привыкли, это компьютеры, которые созданы на коннекционизм, на парадигме коннекционизма. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, было интересно. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Пишите любые вообще идеи, обсудим. Ну а с вами был Роман Душкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова